К другим темам. Федерацией профсоюзов Узбекистана будет проведен национальный мониторинг по созданию условий для сборщиков хлопка, недопущению детского и принудительного труда в хлопкоуборочном сезоне 2020 года. В процессе будут участвовать специалисты отраслевых профсоюзов, торгово-промышленной палаты, представители институтов гражданского общества. Федерацией профсоюзов Узбекистана проведен брифинг, посвященный проводимой организационной работе по предстоящему национальному мониторингу. Он продлится до 31 октября. Все детали в материале Наргеши Исламовой. На брифинге представили детальную информацию, как будет организован национальный мониторинг. Начнется он 23 сентября и продлится до 31 октября. Проведут его на основе комплекса мер, утвержденных Национальной комиссией по противодействию торговле людьми и принудительному труду и Кабинета министров Узбекистана. Организаторами отмечено в нынешнем году, учитывая пандемии, усовершенствованы механизмы проведения, а основная цель – осуществление общественного контроля по недопущению к сбору хлопка лиц, не достигших 18 лет, учеников и студентов, работников бюджетных организаций, оценка создания условий для сборщиков, контроля по выплате соответствующей платы за каждый килограмм хлопка ручного сбора, а также контроль за состоянием индивидуально договорных отношений между сборщиками и работодателями. Следует отметить, в федерации созданы региональные мониторинговые группы, их руководители оснастят планшетами с интернетом, будут оказывать организационно-техническую помощь. В процесс будут привлечены инспекторы профсоюзов, будут приняты меры по предотвращению нарушений, а в случаях их совершения незамедлительно будут составляться акты, которые будут передаваться в инспекции для принятия мер в отношении виновных. В целях качественного проведения мониторинга разработаны методические пособия. В течение хлопкоуборочного сезона будет действовать и комплексный механизм обратной связи Федерации профсоюзов, нацеленный на профилактику нарушений трудовых прав работников. Это телефон доверия, короткий номер 1092, а также интернет-сайт kiasaba.us и телеграм-бот собачка kiasaba, нижнее подчеркивание, бот. В ходе национального мониторинга будет соблюден принцип конфиденциальности результатов изучения, а итоги объявлены на мероприятии, которое будет проведено совместно с Международной организацией труда в декабре.